Добрый день, друзья! Все зрители моего канала, я продолжаю знакомить вас с моим опытом освоения редактора DaVinci Resolve. И сегодня мы с вами посмотрим на такую вкладку как Fusion, создадим небольшую композицию в этой вкладке. И кроме этого, мы посмотрим, как эту композицию выгодно сохранить, чтобы можно было продолжать с ней работать в последующих проектах, что-то изменять, добавлять или что-то сделать с этой композицией до тех пор, пока мы не поймем, что она уже имеет какой-то окончательный какой-то вид. И после этого ее можно будет перенести во вкладку Edit. Поэтому переходим в Fusion и продолжим там. Итак, мы находимся во вкладке Edit. Создаем простую Fusion композицию. Переходим в медиатеку и кликаем правой кнопкой мыши. Новая композиция Fusion. Даем ей имя. И переносим нашу композицию на тайм-линию. Выделяем и переходим во вкладку Fusion. Теперь, когда мы находимся во вкладке Fusion, у нас есть Media Выход. И также будет с левой стороны располагаться композиция наша. Каждая нода во вкладке Fusion имеет таких два экрана, которые можно включать слева и справа. Поэтому то, что происходит у нас на этой площадке, можно наблюдать на одном из двух экранов. Либо слева, либо справа. Эти экраны также можно включать не только мышью, а клавишами на цифровой клавиатуре 1 или 2. Итак, добавляем ноду Background. Но сначала мы убираем выделение нашего выхода. Кликаем просто по пустому пространству. Теперь кликаем на ноде Background. И кликаем эту точку. Мы видим здесь у нас черный цвет сейчас. Этот цвет мы переключаем на тот, который нам будет нужен. Скажем, будет нужен нам такой голубой. Выбираем голубой цвет. У нас теперь есть Background. Мы с ним можем работать и из него сделать нашу небольшую простую композицию. Добавляем к этой ноде ноду, которая называется у нас прямоугольник. Изменяем ее размер в инспекторе. Здесь можно закруглить радиус немножко. И добавляем также к этой ноде ноду круг. Также меняем размер этой ноды по ширине и по высоте. Можно выставить еще при помощи цифр. Давайте поставим здесь значение 0.9. И внизу также поставим значение 0.09. Вот у нас получился такой кружок. Смещаем этот кружок вниз. Таким образом у нас получился небольшой восклицательный знак. Теперь объединим эти три ноды в группу. Клавиши Ctrl-G. У нас получилась группа. К этой группе мы добавляем ноду Transform. Таким образом мы можем теперь изменить размер нашего восклицательного знака в инспекторе. До той формы, которая нам подойдет. Скажем, вот таким образом. Таким образом у нас уже есть восклицательный знак. Давайте его перенесем в конец нашей композиции. Он будет у нас здесь. И переведем в конец композиции наш движок. Он находится в начале композиции. Переведем его в конец. И поставим здесь ключевую точку. Нажав на ромбик здесь. Теперь мы переведем наш движок в начало нашей композиции. И передвинем наш восклицательный знак за поле нашего рисунка. Таким образом получим еще одну ключевую точку. Давайте теперь посмотрим, как это будет выглядеть. А будет выглядеть это таким образом. Останавливаем. И добавляем к этой ноде еще одну ноду. Эта нода будет у нас называться Text. Сразу автоматически DaVinci во Fusion добавил ноду Merge. Нода Merge это такая самая главная нода в DaVinci Resolve. Которая говорит о том, что следующий элемент ложится на предыдущий. Теперь мы кликаем вот здесь. И добавляем наш текст. Давайте напишем спасибо за просмотр. Давайте теперь соединим ноду Merge с нашим Media Out. И мы увидим теперь, что у нас получается вот такая интересная композиция. Но мы еще не закончили работать над ней. Давайте изменим размер нашего текста здесь в инспекторе. Ну где-то приблизительно так. Восклицательный знак у нас будет в конце. Должен быть в конце. Давайте немножко уменьшим наш размер. Ну и я бы наверное изменил размер восклицательного знака. Поэтому возвращаемся в ноду Transform. И изменяем размер нашего восклицательного знака. Делаем его чуть-чуть меньше. Ну вот приблизительно так. Возвращаемся в ноду Text. И меняем цвет нашего текста на такой, как у нас восклицательный знак. Вот у нас получилась такая композиция. Однако, мне хотелось бы, чтобы этот текст открывался постепенно. Для этого к ноде Text я добавляю ноду, которая будет называться Mask. Но перед этим я переведу движок в то положение, с которого я бы хотел, чтобы наша маска начиналась. Добавляем ноду Mask. Вот таким образом она у нас здесь получилась. Мы ее раздвигаем, маску. И переходим, проверяем, чтобы наш движок был в конце. Таким образом у нас будет такая завершающая композиция. Ставим здесь также ключевую точку. Теперь мы смотрим, откуда у нас начинается движение восклицательного знака. Вот где-то здесь. И в этом месте я бы хотел, чтобы маска начинала открывать этот текст. Поэтому у нас уже ключевая точка одна есть. Мы просто берем и сдвигаем маской наш текст. Вот таким образом. Начинаем проигрывать. И у нас получается вот такая композиция. Теперь мы переходим на вкладку Edit. И в этой вкладке мы можем добавить, например, видео. Переносим нашу композицию на верхнюю дорожку. Переходим в Media Pool. Находим наш файл, к примеру. Я просто беру любой файл, который у меня есть. Переходим опять во вкладку Edit. И ставим наш файл сюда. Таким образом, переносим нашу композицию в конец. Наша композиция готова. Теперь давайте ее сохраним. Для этого возвращаемся во вкладку Fusion. И в этой вкладке переходим в меню File. И делаем экспорт. Выбираем Fusion Composition. Присваиваем композиции имя. Он будет называться, например, у нас конец. И кликаем сохранить. Таким образом, наша композиция сохранена. И мы можем с ней продолжать работу в следующих проектах. Переходим во вкладку Edit или Montage. И выходим из нашего проекта. Кликаем сохранить. После этого запускаем снова ловитчеризол. Создаем новый проект. Переходим во вкладку Edit. Создаем Fusion Composition. Таким же образом. Переносим ее на тайм-линию. Переходим во вкладку Fusion. И делаем импорт той композиции, которую мы сохранили. Импортировать. Импортировать Fusion Composition. Выбираем ее из нашей папки. И вот она перенеслась. В этой Fusion Composition мы теперь, к примеру, можем изменить текст на зеленый. Если это нам нужно. Ок. Проигрываем. И у нас получилось такое изменение. Таким же образом можно изменить любой другой параметр, который нам необходим. Мне нравится этот способ сохранения композиции, поскольку я могу с ней продолжать работать. Я могу ее импортировать. И также что-то в ней изменять. Кроме этого, я могу добавлять в эту композицию другие элементы до тех пор, пока мне это будет нужно. Поэтому я бы сказал, что это очень выгодный способ сохранения композиции. Ее можно хранить отдельно на диске компьютера и затем импортировать тогда, когда нам это нужно. Если вам это видео оказалось полезным, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео на моем канале.